Эпизод 24. Окно в Азию. Воскресенье. Утро. Отель Ридс Карлтон. Я доел ватрушку и решил направить разговор в другое русло. Несмотря на то, что мне нравилась приветливость Юрия, и он производил впечатление хорошего парня, я чувствовал себя неуютно, говоря о своей личной жизни с малознакомыми людьми. Да, если уже быть откровенным, то я ни с кем не любил об этом говорить. Тема эта для меня была слишком личной. Ну а потом я не знал, как ее можно было обсуждать так, чтобы сохранить приватность, но в то же время не показаться ханжой. На светских мероприятиях, которые я регулярно посещал, таких разговоров не велось. С маман, несмотря на всю ее открытость в этом отношении, я стеснялся об этом говорить. А друзей, с которыми можно было бы поделиться чем-то личным, у меня не было. А почему вам приходится часто останавливаться в Ридсе? Спросил я. По работе много сюда приезжаю. В Ридс? Не понял я. Нет, в Москву. Сам-то я из Екатеринбурга. Может, слышали о таком городе? Нет, протянул я, пытаясь представить, как может выглядеть город с таким названием. На ум ничего не приходило. Ну, вы не волнуйтесь, мало кто из иностранцев знает, если, конечно, вы не дипломат. У нас много дипломатических представительств находится. А вообще, это город у подножья Уральских гор. Его еще называют окном в Азию. Ну, как Санкт-Петербург – окно в Европу. Я вдруг представил прорубленное в горах окно, на котором большими буквами написано. Екатеринбург. А как вам, Москва? – перехватил он инициативу, пока я рисовал в своем воображении окно в горах. Да как вам сказать, – начал я, не зная, как мне лучше всего обойти тему моего времяпрепровождения в последние дни. У меня еще не было шанса сориентироваться. А, понимаю, понимаю, – подмигнул он мне. Я непроизвольно покраснел. Ну вот, хотел обойти обсуждение одной темы, а неожиданно всплыла другая. Нет-нет, я не о том, о чем вы подумали, – поспешил исправить положение я. Но тут на столике зазвонил его мобильник. Извините, – сказал Юрий и, прижав мобильник к куху, стал что-то быстро говорить по-русски.